Как продолжить дело, за которое боролся Борис Немцов? Есть очень много разных стратегий, которые преследуют люди в борьбе за свободу. Кто-то призывает выходить на выборы, кто-то идет в наблюдатели, кто-то призывает выходить на улицу. Мне кажется, очень важно, чтобы все люди, которые борются за свободу в нашей стране, чтобы они, ну, как минимум, не мешали друг другу, уважали все эти стратегии. Мне кажется, что это уже невозможно. Мне кажется, что таких людей, как Немцов, больше не осталось. Есть, безусловно, очень сильные лидеры протеста, которые просто сильные личности, но такой величины нет. И это очень явно, потому как протестное движение потеряло свои обороты, если так можно сказать, свою гибель. Ясно, что именно из-за этого выбрали именно его. Боже мой, да не переставать бороться, вот и все. Чего еще? Что мы можем, вот что мы можем. На митинги, да, ну, митинги, конечно, не все решают, но когда много народу, все-таки власть боится. Я для себя давно решила, кого мне жалко, себя больше жалко или своих детей. Мне больше жалко своих детей, поэтому пусть они меня там убьют, зарежут, землю закопают, но мои дети будут жить хоть в стране. Меня они не запугают. Должны быть люди, которые должны в открытую говорить что-то против власти. Ну, а больше мне сказать нечего, в принципе, как бы. То есть хорошо, если такие люди будут. Плохо, когда их убивают. Пускай в Думу идут, там, ну, какие проблемы не нравятся, там, допустим, поединой России, пускай другие ставят вопросы. Но не надо никаких войн и всяких этих мятежей, вот я так считаю. Это какие-то митинги, какие-то марши. И, конечно, в данном случае это сохранять этот мемориал. Просто надо быть открытыми, честными людьми, каждый для себя. Понимаете, вот каждый для себя должен всегда задавать вопрос. А, как бы, мне нравится, в какой ситуации я оказался вот сейчас, в какой оккупации, что я могу сделать для этого? Не бояться, стараться говорить правду и быть честным самим собой.